В Твери обсудили работу парков-аттракционов. Совещание было инициировано региональным управлением Гостехнадзора. На встрече присутствовали представители ведомства, бизнесмены, работающие в этой сфере, а также уполномоченные по защите прав предпринимателей в Тверской области. Подробности в материале нашей съемочной группы. В Тверской области на сегодняшний день зарегистрировано 135 различных аттракционов. Батуты, качели, карусели и многое другое. Вариантов весело провести с детьми летний досуг бесчисленное множество. В том числе и в Твери. К примеру, аттракционы в Парке Победы в сезон принимают от 30 до 100 человек. Об этом рассказал руководитель площадки Григорий Смирнов. Студентов привлекаем к работе. Они очень идут к нам, потому что это подработка для них. Основной штат до 30 человек, уже в разгар сезона до 70 человек. Выездные мероприятия, ни города, ни поселков. И каждая подобная точка нуждается в особом контроле со стороны соответствующих органов. Ведь работа таких аттракционов может быть сопряжена с риском для безопасности посетителей, особенно детей. За работой парков аттракционов следят инспекторы регионального управления гостехнадзора. За минувший год сотрудниками ведомства было проведено 85 плановых осмотров, по результатам которых причина работа 30 аттракционов с различными нарушениями требований безопасности. По результатам выявленных нарушений возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Принято решение о приостановлении государственной регистрации пяти аттракционов. Есть таможенный регламент о безопасности аттракционов, в котором прописаны все правила. Мы надзираем за тем, чтобы эти правила соблюдались. То есть, чтобы были обучены операторы, чтобы была соответствующая информация об ограничениях, кому можно на этом аттракционе кататься, кому нельзя по возрасту, по росту, по весу и так далее. В конечном итоге заключают ведомства, и деятельность сотрудников гостехнадзора направлена на обеспечение безопасности посетителей такого рода объектов. Впрочем, одно дело надзор, другое поддержка. Но и здесь работа с предпринимателями, занимающимися таким бизнесом, ведется достаточно активно. По словам полномочного по защите прав предпринимателей в Тверской области Антона Стамплевского, сегодня в регионе налажен диалог власти и бизнесменов, владеющими парками развлечений. Но работы еще очень много. Нужно готовиться, нужно обновлять свой парк. Ну и для этого созданы должны быть необходимые условия экономические. Мы работаем над этим, формируем сейчас по итогам сегодняшнего мероприятия тоже дополнительные предложения. По мерам государственной поддержки, чтобы возможность была действительно на достойном уровне оказывать эти услуги. По словам Антона Стамплевского, в будущем проверки парков-аттракционов будут проходить при обязательном участии не только надзорных органов, но и представителей аппарата, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Позиция обмудсмена также будет учитываться при составлении различных нормативно-правовых актов по результатам проверок. Кроме того, уверен Антон Стамплевский, в будущем важно закрепить данную сферу на отдельном законодательном уровне, чтобы и поддержка оказывалась вовремя, и нормативно-правовая база была всегда актуальна.